Мне больше понравился момент на позапрошлом стриме, когда школьник там задонатил 50 рублей, типа там, Ежа, как мне там стать умнее, какие книжки мне читать? И в итоге Хаванский такой, ща, ща я ему повесню за всё, короче, ты говно, тобой надо вытирать жопу. Так, вопрос Ежа, по каким книгам изучать историю мира? Летописи, переведённые на современный язык, ециклопедии, труды историков, начиная с античных, Тацит, Геродот, отец истории, Иосиф Флавий и так далее. Хочу узнать историю и шарить в политике и экономике. Твой список не рассчитан на тех, кто даже историю не знает. Блять, он такой дебил. По РФ Соловьёв есть. Нет, Соловьёва, Карамзина и прочих в моём списке нету, но зато там есть античные реисторики. Ты можешь слушать, я же сармат, или послушай меня, ты дебил, ты нихуя не понимаешь, да? Ты пытаешься преуспеть в чём-то, просто ознакомившись с позицией кого-то, блять, ёпта, ты гандон ебаный. И тебе вообще не нужно задумываться об истории, об этого, если ты такой тупой. То есть, когда такие тупые люди, блять, думают об истории, появляется Руслан Сайбопталов, блять, нахуй. Твоё дело, блять, работать, выполнять свою работу, не читай тацита, донать ежи сармату на какую-нибудь нормальную хуйню. И даже не вздумай свои поганые мозговые клетки напрягать, потому что они у тебя дефективные, ты как рак, блять. Какой же ты, Юра, токсичный хейтер. Токсичный, да, но он дебил. Я просто не хочу, чтобы ещё один дебил появился, блять, на... Он прям, ну, ты скажешь, что это не дебил? Он мне деньги платит, поэтому нет, я не скажу, что он... Нет, он платит деньги, если бы мне платил, я бы точно, да, но он дебил, это объективно. Таким людям лучше сидеть в аватарию и играть, блять, или какой-нибудь хуйней заниматься. Не беспокойте политическую, социальную и общественную жизнь никоим образом. Вы тупые, вы только делаете всё хуже. Просто смиритесь с тем, что вы тупые и живите так. И живите как тупые. Не беспокойте нас. Вы омерзительно тупые. Вы меня раз... Он просто меня взбесил. Ты заметил? Он ничего плохого не сделал. Он просто тупой. Но он меня взбесил, что настолько... Когда ты настолько глупый, изволь, как этот, блять, премудрый пескарь. Забиться, блять, в самую тихую нору и не выёбываться, потому что ты раздражаешь умных людей. Не только меня, Ежи, а тех, кто на стриме. Завали ебальник и сиди тихо, если ты дебил. Давайте, пацаны, уже как-то это, блять, ёпта, всё, подытожим нахуй. Давайте подытожим. Ещё вот Илья Муромец, которого ты долго обзывал тупым, он прислал следующее сообщение. Ежи и Юра, если вы поясните, что плохого в том, чтобы изучать интересные мне в 16 лет вещи, я задоначу тысячу Ежи. Пустая болтовня от Юры ни на чём не основанная. Я вот больше скажу. Я изучаю ещё и философию для Юры. Это тоже стыд. Юра, слушай Горгород, слушай рифмы. Это Оксимирон из Лондона, йоу. Спасибо, Илья Муромец. Я не считаю тебя тупым по поводу Юры и того, что он говорит. Но нужно понимать, в каком состоянии интоксикации он сейчас находится. Блять, вы такие дебилы. Вы вообще не понимаете, что где. Где проходят границы, вы такие. Я умнее Хованского. Я знаю больше него и понимаю больше в контркультурных явлениях. Но потом вы понимаете, что вы ебаный бич, блять, и жрёте дошираки, блять, на помойке. А Юрий Хованский величайший из тех, кого вы знаете, блять, нахуй. По крайней мере, по уровню заработка, блять. Я не конкурирую с вами. Конечно, вы, может, лучше разбираетесь. Но по мне так, любой человек, который лучше в чем-то разбирается, уже бы придумал, как из этого выгоду извлечь. Вы не придумали. Да, если ты умный, почему ты такой бедный. Да, 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 отлично. Если ты такой умный, хуй ты такой бедный. Но это никак не относится к тексту доната и к сообщению Илья Муромца. Точно так же и относится, блять. Будто он думает, что это разные уровни, знаешь. Типа, что ты видеоблогер, и ты несешь хуйню, и нужно куда-то прийти, подписать договор, что ты совсем несешь хуйню, и тебе дают подписчиков. Но правда не в этом. Правда в том, что ты никчемный нищий еблан, так и умрешь никчемным нищим ебланом. И даже Ежи Сармат будет всегда богаче тебя, а он низкий карлик. Ты, возможно, блять, в сто раз выше, красивее его у тебя есть, но ты будешь пахать до конца своей жизни на работе. И ты смеешь доебываться до Ежи Сармата. Серьезно. До того, кто сумел парадигму пополам сломать, как Бэйн, блять, Бэтмена нахуй об колено. И ты такой, ну вы такие просто. Да, мы такие просто. А ты сдохнешь в нищете. Ты заперт в этой парадигме. Ты всегда будешь вот в этой хуйне работать. И ты будешь продолжать приходить на стримы Ежи. Ты будешь продолжать гнать, но у тебя так и будет. Зарплата, возможно, к концу твоей жизни она будет 50 тысяч. Сейчас она 20 тысяч. И типа это поправка на реальную инфляцию. Добрый, ему 16 лет, у него нет зарплаты. Я потому и говорю ему сразу, чтобы он готовился ко всей хуйне. Просто, чувак, учти, тебе в этом мире никто не рад, кроме меня и Ежи Сармата. И ты на нас гонишь. Серьезно. Ты. Он не гонит, он спросил, что ему делать, чтобы изучить книги, которые он хочет читать, но ему тяжело. Во-первых, никаких книг. Иди с блатными подружись. Иди, блять. Какую-нибудь хуйню придумай, блять. Ёпта, я не знаю, блять. Бандитскую группировку создай. Или, блять, разворуй бюджет. Или на тендере заработай. Или иди встань видеоблогером. Меня это не ебёт. Но не надейся на то, что будет легко. Нихуя легко не будет. И полчаса ты высирался на этого школьника несчастного, который... Он, кстати, больше так и не донатит уже всё. Он, блять... Ну и хуй с ним, спидером. Видимо, пошёл книжки читать, наверное, блять, по твоему совету. Я надеюсь. Не, надеюсь, что нет. Блять, меня так забавляет, чуваки, короче... Ты мизантроп, Юра. Как и я. В сердцах за любовь сказал, что я хочу серию футболок нахуй саморазвития. И в комментах, в топе, куча людей пишет, что... Вам бы ебло сломать за такие слова. Люди ведь подумают, что вы всерьёз. И они ведь вообще не понимают, что я всерьёз. Типа, прям огромная группа людей ставит лайки, пишет гневные комменты и не понимает, что я говорил искренне. Типа, блять, против... Они думают, какой Юра шутит зло некрасиво, какой чёрный юмор. А на самом деле Юра всерьёз. Это ещё... Да, нахуй саморазвитие. Зачем? Это просто вы себе вбили в голову, что это что-то полезное. Нет, саморазвитие говно. Деньги зарабатывать нормально. Да, даже чувствовать тепло женского тела, насаживать на кукан баб, тоже заебись. Да много чего. Даже сидеть на стриме с Ежи Сарматом, заебись в какой-то мере. Пить вино, если у вас печень, конечно, здоровая, вы совершеннолетние. А вот, блять, саморазвитие, это полное вафлёрство, блять. Я бы занимался саморазвитием, если бы мы жили тысячу лет, например. Типа, как эльфы, блять. Или, нахуй, вообще вечно. Не, мне кажется, даже если бы мы жили тысячу лет, то всё. Ну, просто тысячу лет бухал бы. Может быть, кто меня знает. Ну, в этом есть какой-то смысл, типа. Если ты бессмертное создание эру, блять, то окей, ты можешь потратить, там, 20 лет на саморазвитие. Но если ты живёшь, блять, на земле, и особенно в России, блять, ну, пиздец. Ты бы знаешь, ты бы был таким богом, который помогает людям не потому, что он добрый, а потому, что ты просто настолько присытился и настолько, там, несколько миллионов лет просто бухал, что тебе стало скучно, и ты решил, там, не знаю. Да, да, ты сейчас дайдеров описываешь, дайдрических принципов. Именно сангвин мне всегда больше всех и нравился. То есть ты примерно описал вечно пьяного, уставшего от бессмертия, мракобес, который просто хуйнёй занимается, потому что ему скучно. Да, мне такое устраивает. Но мы, к сожалению, не дайдрические принцы с тобой, ежи-сармат. Сегодня, завтра, ебать, ледышка упадёт. Видал, сколько человек погибло, блять, в Питере от ёбаных ледышек? Не, я бессмертен, потому что я воплощённая элитаристская тенденция, понимаешь, чем делать. То есть я буду всегда, как бы, просто, она, эта тенденция принимает разные формы, у неё разные имена, там, ежи-сармат. Ну, самосознание, ежи-сармата, будет уничтожено в месяц. Да, это не такая большая ценность, меня с чем делать. Ну, не знаю, всё равно, блять. Самосознание, самосознание, это хуйня, которой может похвастаться кто угодно. Пишет, что ты Хермиус Мора из дайдрических принцев. На самом деле, похоже. Особенно, если учесть, что Хермиус Мора это бесформенная какая-то жижа. Да.